всем привет мы продолжаем рубрику канала посвященную обзорам масштабных моделей американских сидельных тягачей от neo scale models и сегодня вам покажу довольно красивый двухосный капотный сидельный тягач mac b61t который копирует прототип 57 года и это не совсем мое направление коллекции машины в 64 масштабе преимущественно я собираю модели в 43 масштабе но у меня есть исключение из правил и это в основном те модели которые мне очень нравятся я большой поклонник американских грузовиков также бренда neo у них отличные модели за свою цену с прекрасной покраской и хорошим качеством сборки эти грузовики не являются исключением и в плане проработки эти модели мне нравятся даже больше чем более крупные собратья от neo и у neo довольно обширный ассортимент различных американских траков правда этим моделям не хватает полуприцепов хотя у neo выпускается один вид полуприцепов для перевозки сыпучих грузов и на этот набор я тоже делал детальный видео обзор эту серию я начал собирать с прошлого года уже показал вам 6 видеороликов кто не смотрел предыдущие видео обзоры можете найти их на моем канале и mac b61 у neo тоже довольно обширно представлен как в двухосном так и в трехосном исполнении есть грузовики как с дневной кабиной так и с кабиной со спальным отсеком и другие модели мы тоже рассмотрим в будущих видео обзорах и также я вам покажу пару предсерийных грузовиков которые не пошли в серию у них немножко отличается схема окраски здесь коробка стандартного размера и в точно такую же упаковку пакуются модели и в сорок третьем масштабе это старинные автомобили также дома на колесах и модель прицепа дом на колесах которую тоже я вам показывал в своих старых видеороликах на нижней стороне упаковки есть различная информация которая касается данного бренда указан их официальный сайт на котором можно ознакомиться с новинками и также есть наклейка с артикулом по которому можно найти модель в интернете и указан прототип mac b61 цвет желтый с красным и что мне понравилось на этих моделях то что они копируют конкретные настоящие прототипы в точно такой же схеме окраски с точно такими же логотипами на дверках и такой грузовик я видел в сети у него был полуприцеп для перевозки сыпучих грузов и такие тягачи в основном тягали двухосные полуприцепы как рефрижераторы так и самосвальные и также я видел пару распусков для перевозки леса и здесь очень красивый ярко-желтый цвет отлично просматривается расшивка нету мусора пятнышек клея и у neo всегда была хорошая покраска независимо от сложности корпуса автомобиля и у них очень хорошее четкое разделение между двумя разными цветами и многим производителям стоит поучиться у данного бренда как нужно окрашивать свои модели и здесь очень симпатичная кабина как изнутри так и снаружи и конечно есть некоторые упрощения которые мне не очень понравились например если вы посмотрите на решетку радиатора то она просто обозначена серебристой краской и этот элемент на мой взгляд лучше бы смотрелся в хроме как и зеркала заднего вида но здесь серебристая краска с очень мелким зерном и возможно тоже были какие-то нюансы возможно хотели уложиться в какой-то бюджет и не стали удорожать производство но серебристые детали тоже в некоторых случаях смотрятся вполне прилично и в этой модели отлично проработаны колесные диски окрашен обод внутренности диска в цвет рамы и также наклеены небольшие декали с надписью мак присутствуют топливные баки справа и слева и также топливный бак здесь служит подножкой и горловина топливного бака обозначена серебристой краской дверные ручки здесь сделаны отдельными элементами как и поручни на боковых стенках кабины хорошо смотрятся зеркала заднего вида у них тонкие ножки и также на зеркалах здесь нанесены небольшие декали с буковками а и с но они сложно читаются из-за того что декаль сливается с серебристым цветом зеркала на крыше установили габаритные огни их можно было сделать более изящно например из прозрачного пластика здесь их просто окрасили серебрянкой и впоследствии лампочку обозначили оранжевым лаком но издалека такое решение тоже смотрится вполне нормально и не так давно я вам показывал модель запорожца deep models у него было точно такое же решение оформления задних фонарей очень симпатичные стеклоочистители из фототравления также с правой стороны присутствует короб воздушного фильтра хорошо смотрится светотехника отсутствуют черные точки так называемые рыбьи глаза установлен регистрационный номерной знак на переднем бампере и также есть табличка с надписью джей макаллистер если вы посмотрите на заднюю часть то здесь присутствует рабочее седло можно сделать сцепку с каким-то полуприцепом и я планирую к этим грузовикам докупить полуприцепы есть компания DCP которая делает всевозможную прицепную технику но конечно цены на эти изделия очень большие и например полуприцеп в штатах продается за 150-200 долларов доставка плюс растаможка и в итоге модель выйдет порядка 280 долларов но возможно и нео соберется и тоже сделает какие-то полуприцепы к своим седельным тягачам также здесь установлена выхлопная труба обозначены небольшие вентиляционные отверстия также зачернено отверстие на кончике трубы сзади установили небольшие круглые фонари они обозначены просто красным лаком и также установили регистрационный номерной знак здесь вполне хорошие покрышки правда отсутствует боковая маркировка и пока что на замену какой-то покрышки нету маэстро не делает резину в 64 масштабе для американской техники и давайте я вам покажу как этот грузовик будет выглядеть в цепке с полуприцепом от neo scale models поставим вторую подставку и вот так выглядит данная модель полуприцепа и здесь у neo идет набор из двух одинаковых прицепов которые вы можете зацепить к седельному тягачу также есть подкатная тележка которую тоже можно установить и такие полуприцепы также продаются в наборе вместе с седельными тягачами в другой схеме окраски и на прицепах в наборе также установлены небольшие тенты а здесь просто открытый вариант исполнения и получается довольно симпатичная цепка которую можно оставить в таком виде или например сделать ее с одним полуприцепом так тоже смотрится вполне симпатично и для сравнения давайте я вам покажу модель похожего mac b61 только в 43 масштабе и эта машина выходила в рамках испанской журнальной серии и точно такие же модели впоследствии выпускались под брендом xo models с небольшими улучшениями и в другой схеме окраски и как вы можете видеть модель в 43 масштабе сделана проще чем малыш в 64 масштабе здесь и дверные ручки отлиты просто вместе с кабиной и также очень много навесных деталей сделанных единым целым с рамой и я вам забыл сказать когда делал обзоры на предыдущие грузовики от neo то что у этих моделей металлическая рама и из полимера здесь только кабина и вся навеска и это тоже очень хорошее решение как-то давно я говорил что идеальная модель по моему мнению это грузовик с металлической рамой и с кабиной из полимера и симонео прислушался к моим разговорам и сделал вот серию таких великолепных грузовиков я очень надеюсь что в будущем они сделают грузовики в 43 масштабе конечно с выходом многочисленных тягачей от xo models также с дублированием этих моделей в рамках журнальных серий это маловероятно но будем надеяться и я очень надеюсь что рано или поздно они все же выпустят модель ford без капотника у меня есть предсерийный образец но он немножко упрощен и в серию должна была пойти модель с некоторыми улучшениями и пишите ваши комментарии понравился ли вам данный седельный тягач хотите ли вы увидеть еще видео обзоры на другие тягачи в 64 масштабе из моей коллекции не забывайте поддержать этот видеоролик лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и заглядывайте на мой второй канал там тоже регулярно выкладываются самые разнообразные видеоролики а на сегодня это все до новых встреч пока